Переход страны на зимнее время Вовремя их визави команда Бонч Юнайтед одержала победу без борьбы и получила 3 очка в свою копилку В отличие от Лити Юнайтед, команда Шашко 04, Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Дикая дивизия, представляющая Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, явились на поле заблаговременно Первый тайм прошел под полным преимуществом экономистов, чему послужила возможная ярая поддержка болельщиков и, как следствие, два забитых безответных мяча В начале второй 20-ти минутки Кирилл Шашко утроил преимущество своей команды Но на этом медики не сдались и преподнесли устрашающий штурм экономистам в виде двух забитых мячей в конце матча Итог 2-3, на волоске от ничьи оказываются футболисты Дикой дивизии Кирилл ввели 3-0, а что случилось в конце с командой? Почему такой небольшой провал был? Наверное, немного расслабились после первого тайма, уверенная игра В целом контролировали игру, контролировали мяч, создавали много моментов, но что-то как-то не заладилось Потом началась вот эта нервозная концовочка Но в итоге мы, получается, немного удали инициативу, соперник начал персинговать и мы немножко подсели Но в итоге мы собрались и на морально-волевых вытащили Опоздавшие на свой первый матч футболисты из электротехнического смогли начать свой второй поединок Но, как признался после матча игрок Латин, а этот Артём Карасёв, лучше бы засчитали техническое поражение Счёт говорит сам за себя Сокрушительные 3-19 в пользу Бревни Уорлд и забитые мячи на медовкус Потерпевшая неудачу в первом поединке Дикая дивизия уж точно планировала реабилитироваться и пополнить количество очков в свою копилку В первом тайме мы не увидели ни одного мяча Команды играли осторожно, узнавая друг друга А вот во втором отрезке игры соперники реализовали свои моменты Которых за весь матч можно было сосчитать по пальцам И вновь обидное поражение белых-зелёных от Лентин со счётом 1-2 Тяжёлая игра, хороший соперник, хорошо играли Холодно на улице, холодный воздух первый тайм, пока Ну, пробегали, продышались Ну, неплохо, в принципе, результатом доводен Свой второй матч Новомировой представил против Эдмой Тим Крайне нелегкий уикенд вывелся для коллектива Санкт-Петербургского института управления и права Это был второй матч из трех запланирований Коллектив Константина Кудинова чуть сбавил обороты по сравнению с предыдущей игрой И забил шесть мячей в ворота Эдмой Тим Которые довольствовались единственным голом кестижа в исполнении Айназа Низелегина Итог 6-1 и вторая уверенная победа в Brave New World Константин Макулов, Даниил Саркисов, Михаил Примакин Специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга